В Кирове начало первого. Добрый день. Это программа «Мужской понедельник». Второй час мы продолжаем. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Часто так бывает, что мы поднимаем в нашем эфире тему и рассказываем истории, к которым возвращаемся впоследствии, потому что темы получают развитие. И сегодня как раз один из тех случаев. Я напоминаю, что полтора месяца назад, 2 июля этого года, у нас был эфир, посвященный ситуации в Шабалинском районе. Вкратце обрисую. В феврале этого года администрация Шабалинского района заключила контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период на сумму почти 2 миллиона рублей. Собственно, в центре этого внимания должны были оказаться дороги на протяжении почти полутора сотни километров. Причем дороги эти грунтовые ведут они в основном в отдаленные и давно заброшенные населенные пункты. То есть, скажем, уже не населенные пункты, я бы сказал, в большинстве. Собственно, на торги заявились две организации. Во-первых, это Вятов Тодор, наш монополист. Ну, или не монополист, но крупный, в общем, игрок. И компания Землемер Шабалинская. И вот Землемер этот контракт выиграл на 300 тысяч. Он опустил цену. Миллион шестьсот, по-моему, в итоге получилось, да? И что ж вы думаете? Оказалось, что весь годовой объем работ по зимнему содержанию дорог был выполнен, ну, это просто рекордные сроки, получается, с 23 марта по 15 апреля. И точно так же рекордно произошел расчет, насколько я помню. В начале мая выставлен был счет, и все было оплачено. На удивление очень многим муниципалитетам, где люди бывают и год ждут, пока с ними рассчитаются по таким контрактам. Вот такая интересная ситуация. Мы тогда завершали с нашими гостями беседу тем, что... Причем, Володь, там еще интересный был такой момент, что вот те самые дороги, которые были включены в этот контракт, они до этого еще были включены и в другой контракт. Который был заключен ранее. Да, был заключен ранее, как раз с Вятоавтодором, о котором ты говорил. И Вятоавтодор, в принципе-то, эти работы выполнял уже на этих же самых дорогах, которые никуда, как мы выяснили, не ведут. Вот такое у нас было. И были показания очевидцев о том, что дорога-то не чистила. Ну, понятно, там в тех населенных пунктах, где еще люди остались, они же, слушай, любой машине рады, а тут вот тебе она приехала. В общем, об этом 2 июля нам рассказывали наши гости. Три гостя, они сегодня снова в нашей студии. Сергей Доброульский, председатель Шабалинской районной думы. Сергей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Герман Онегин, депутат Шабалинской районной думы. Герман Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И также с нами депутат Законодательного собрания Кировской области Георгий Лугинин. Георгий, добрый день. Добрый день. Сразу надо сказать, что... Ждали мы еще гостей. Ждали мы еще гостей. Как это говорят в таких случаях представители другой стороны. Ну, не просто ждали, а я был свидетелем того, что наш продюсер, наш редактор, Анна Лапшина, она разговаривал несколько раз. И более того, было даже предварительное согласие, что они прибудут. И скажу честно, для тех, кто нашей студии не видит, даже места мы поставили, микрофончики поставили. Но вот как выяснилось буквально за 5 минут до эфира. Я немножко нервничал, я немножко переживал, как пройдет этот эфир. Да, всегда такие эфиры бывают довольно горячими. Две стороны разных, да, столкнутся. Но вот буквально за 15 минут до начала программы выяснилось, что Валерий Беляев, депутат Шабалинской районной думы... И директор ООО «Землемер», да. Он у нас не будет присутствовать сегодня в эфире, но мне что-то подсказывает, что он сейчас нас слышит. Валерий Александрович сказал, что он не был в курсе, что прокурорская проверка начата. Так я понимаю? Я так понял, да, что он только что получил сообщение об этой проверке. И, собственно, он готов дать комментарии по этому вопросу. Ну, по завершению уже вот этих вот контрольно-надзорных мероприятий. Но, Валерий Александрович, если вы нас сейчас слушаете, номер нашего телефона 211-101. У нас прямой эфир. Мы не можем никому запретить дозвониться и высказать свою позицию. Пожалуйста, если будут у вас доводы. Итак, как развивается дальше эта история? Прокурорская проверка, да? Сергей Алексеевич. Да, добрый день. Еще раз предупреждаю, что у нас довольно свободная атмосфера. Дополняйте друг друга. Перебивайте друг друга. Уточняйте. Мы хотим знать. И народ хочет знать, что, собственно, происходит по этому интересному очень делу. Ну, как мы вспомним, на прошлом эфире мы пришли сюда с Германом Никиновым, чтобы сказать, что вот есть такие факты в нашем районе. И мы пришли не с пустыми руками, а у нас было заявление в областную прокуратуру. И вот прошло полтора месяца, хотя, в общем-то, проверка немножко задержалась. У нас есть на руках ответ. Мы можем сейчас его даже немножко процитировать, который, в принципе, устанавливает, что да, определенные нарушения все-таки были установлены. Напомните четко, что вы просили конкретно проверить в прокуратуру? Мы просили проверить не только дороги, которые чистились или не чистились в нашем районе по контракту с ООО «Землемер». Также здесь содержался еще вопросы по контрактам тоже, которые выиграл ООО «Землемер». Это контракт на поставку понтонов для наплавного моста через реку Какша в районе деревни Жирнова. И также еще контракт планово-предупредительный ремонт мостового сооружения через реку Теленко в нашем Шабалинском районе. Вот по этим трем контрактам мы хотели бы получить информацию от прокуратуры. И проверка была произведена. Да, единственное, что я хотел бы сказать в начале эфира, прошу меня извинить, что вот со стороны моих коллег, депутатов районной думы, в мой адрес были упреки, что я выступаю на радио «Эхо Москвы». Это как раз-таки после того, что я выступаю в статусе председателя районной думы. То есть вам якобы это нельзя делать? Да. Как бы его неуполномочили же, да? А, неуполномочили. Потому что большинство депутатов районной думы, они как раз настроены наоборот, считают, что все хорошо, все гладко, не надо еще раз ссоры из СБ выносить. А я даже, в общем-то, превышаю свои полномочия тем, что выступаю в прямом эфире и пытаюсь дословно мешать работе администрации района. Простите, это где-то прописано, там, председатель Шабалинской районной думы не имеет права выступать на радио. Нет, там как раз написано наоборот, что мои полномочия как раз и заключаются в том, чтобы общаться со средствами массовой информации и доводить ту ситуацию, которая в думе происходит. Но посчитали, что вот я превышаю свои полномочия. И чем это теперь грозит? А грозит это тем, что было уже проведено несколько заседаний и комиссии по депутатской этике и по законности, где рассматривали мой вопрос. Но, к сожалению, меня тогда не было. Было создано депутатами внеочередное заседание Шабалинской районной думы с этим же вопросом, то есть рассмотреть мое поведение. Вас приглашали? Да, я же председатель. Председатель думы. То есть вас на ковер вызвали, получается? Ну, не то, что вызвали. Было много еще вопросов дополнительных, которые мы включили в повестку дня. Кстати, вот и Георгий Лугинин приезжал к нам на это заседание районной думы со своим тоже вопросом, потому что ранее, когда мы обсуждали все эти контракты, было высказаны в его адрес слова, не очень приятные со стороны нашего депутата Селезнева Андрея Геннадьевича. И тоже хотел Георгий этот вопрос рассмотреть. Поясните, о чем идет речь? По какому поводу нехорошее слово? По выступлению. То есть, первоначально было выступление Георгия Лугинина на законодательном собрании Георгий Лугинин. С нарушением уголовного законодательства. Но комичность ситуации еще получилась в том, что Георгий Лугинин, депутат законодательного собрания, к нам редко приезжает на районную думу депутаты ЗАГС собрания, он приехал, а депутаты отказали ему в праве принимать участие в обсуждении этого вопроса. Дать слово официально, да? Да. Большинством голосов протащили просто решение, но я выступил все равно, собственно говоря, и дальше поехал по своим делам. Но вот такая у нас дума, и поэтому я прошу, чтобы меня и депутаты мои услышали. Да, действительно, я сейчас не представляю их мнение, я представляю мнение свое, как депутата, не как председателя районной думы. Напомните, 14, да, депутатов? Да, у нас действующих 14 депутатов. Ну, один депутат поддерживает меня, Герман Онегин, он сейчас в студии, тоже готов рвется в бой. Обязательно, наверное, тоже предоставим ему слово. Так вот, все-таки... Подождите, я хочу еще знать, все-таки, вот этот вот так называемый вызов-то на ковер, он чем закончился? А, вызов на ковер. Ну, закончилось тем, что приняли решение, чтобы, ведь должна быть соблюдена процедура от решения от должности председателя думы, то есть выражения ему недоверия, и должен пройти обязательно через комиссию по законности этот вопрос. И вот Дума приняла решение такую комиссию собрать именно... Из депутатов, опять-таки? Нет, она у нас есть, действующая. В нее входит и Селезнев Андрей Геннадьевич, и я вхожу, и Беляев Валерий Александрович тоже, кстати, входит. Вот, и такую комиссию, она завтра будет собираться, и будет вставиться вопрос, то есть, о том, соответствуют ли мои действия, которые были вот на эхо Москвы. Достойны ли они того, чтобы выразить мне недоверие? Николай, нас вызывать будут свидетелями, интересно, раз мы... Так, я хочу тут добавить... Я боюсь, что если мы приедем, нас тоже не пустят на сценарий. Я хочу добавить... Герман Михайлович Онегин... Значит, была первая комиссия заседала, там Сергея Алексеевича не было, и меня очень удивило, законник наш, который является юристом, заявил, а за что мы его будем снимать? Но я проголосую, меня очень удивило такое вот отношение. А, снимать не за что, но я проголосую, да? Вот такие вещи говорятся в нашей думе. А как фамилия, имя этой дамы? Олина Елена Николаевна. Олина Елена Николаевна. Скорее всего, социальный работник, да, Сергей Алексеевич? Нет, нотариус. А, нотариус. Ну, серьезный юрист. Независимый человек достаточно. Да, по идее, да. Так, и как завтрашняя процедура будет выглядеть? Вы туда... Нет, я обязательно приду, конечно, потому что до сих пор вот выступал о выражении недоверия мне Селезнев Андрей Геннадьевич на заседании районной думы, но он не сформулировал устно свои претензии ко мне. Когда я попросил еще раз сформулировать, он говорит, ну, в общем-то, и все так, все и так понятно. А. Вот, я потом письмо высылал с просьбой, чтобы он все-таки в письменный вариант своего заявления направил. Но так до сих пор еще пока ничего не направлено. Сегодня он, к сожалению... Направили в ваш адрес, чтобы вы получили... Да, чтобы было заявление, да, от чего отталкиваться, от чего отталкиваться. Но сегодня он находится в больнице, ну, так уж получилось, что после сразу того заседания районной думы он попал в больницу. Ну, дай бог ему здоровья. Я обязательно сегодня съезжу навещу его, но завтра он не будет присутствовать, поэтому на этой комиссии. Поэтому я считаю, без человека, который, собственно говоря, является инициатором, то нет смысла проводить такую комиссию. Ну, это ладно, это будет завтра, завтра будет видно, да? Но, понимаете, в чем связано? Связано это с тем, что я ведь как председатель районной думы не успокоился. У меня есть и другие полномочия. Допустим, я могу собрать депутатские слушания по этому вопросу, что я, собственно говоря, и сделал. На 27 число... Августа. Августа, да, я назначил депутатские слушания. Вернее, они были и ранее... То есть, ровно через неделю, получается. Да, они были ранее назначены мной на 3 августа. Заранее, за 15 дней я уведомил администрацию района, чтобы она подготовилась, чтобы дали все документы первичные, подготовили. Но администрация мне сделала отписку, что это у меня является депутатским запросом. Депутатский запрос в 30 дней рассматривается, и только через 30 дней они мне смогут представить информацию. Вопрос еще раз поясните, какой мы имеем в виду? Это по всем дорогам, по всем трём контрактам. Я думал, вы назначили вопрос по... Нет, нет, нет. По превышению полномочия, по превышению... Нет, нет, по всем трём контрактам. Это контракт по расчистке дорог, контракт по приобретению понтонов, длинноплавного моста и контракт по ремонту моста через реку Теленка. Так вот, 3 августа, чтобы сорвать это мероприятие, вот эти как раз часть депутатов, они вышли, так скажем, с требованием собрать внеочередное заседание районной думы именно на это же время. И получилось, что у нас... Бабанк такой пошли. Да. И получилось, что у нас только час был времени, чтобы рассмотреть эти вопросы. Конечно же, не хватило. Ну, по сути дела, глава района Рогожников Александр Евгеньевич отказался на большую часть вопросов отвечать. Ну и так ни о чём закончилось, и мы перенесли. И вот снова на 27 число я назначил возобновить эти депутатские слушания, потому что на сегодняшний день уже есть ответ из прокуратуры, на сегодняшний день в администрацию пришёл акт проверки Министерства финансов Кировской области, тоже касаемо этих вопросов, поэтому уже есть предмет для разговора. Вот, собственно, об этом и побеседуем. Ну, я закончу мысль. И чтобы меня упредить, чтобы не дать возможность мне провести вот эти депутатские слушания, ну, так скажем, депутатские расследования, вот эта часть депутатов желает до этого успеть провести ещё одно внеочередное заседание районной думы и, значит, предъявить мне обвинение, надуманное, ненадуманное, ещё не знаю, но чтобы меня лишить статуса председателя районной думы и, соответственно, дальше уже замять все депутатские расследования. Не по этому вопросу. Ага, то есть до 27-го числа вот это должно состояться. Так, небольшая пауза у нас сейчас, скоро продолжим. Мы снова в эфире напоминаем, что беседуем мы с Сергеем Добровольским, представителем Шабалинской районной думы, депутат Шабалинской районной думы Герман Онегин и Георгий Лугинин, депутат Заксобрания Кировской области тоже с нами. Итак, давайте, по сути, сейчас пойдёмся. Собственно говоря, по результатам этой прокурорской проверки, которая была проведена. Георгий. Ну, собственно говоря, результаты какие? По приглашению Сергея Алексеевича я туда в район выехал после своего выступления в Законодательном собрании. Мы обследовали три лота, которые были представлены. Первый лот – это по дорогам, которые очистились, по ним я выступал в Заксобрании. Потом поставлялись понтоны через одну из рек в районе деревни Жирновой. И третий эпизод – это ремонт моста. На всех этих местах я побывал лично с Сергеем Алексеевичем. Мы всё посмотрели. И, собственно говоря, обратились в прокуратуру. Прокуратура дала следующий ответ по каждому из эпизодов в отдельности. По первому эпизоду. Первый – это дорога. Первые дороги, да, с чего всё и начиналось. Контракт на содержание. Установлено, что часть работ по содержанию автомобильных дорог, выполняемых Кагуб-Вятка-Автодор, ООО «Землемер» в первом-втором квартале 2018 года производилась в отношении одних и тех же автомобильных дорог, включенных в перечень дорог муниципального образования Шабалинский район Кировской области. То есть это ответ прокурора Шабалинского района. Ну, это и так было известно. Один и тот же лот дважды разыграли. Да, по второму эпизоду ситуация какая. И всё? По дорогам-то всё на этом? Эти материалы переданы в органы МВД. Сейчас они уже должны выехать на место по факту проверки прокурора. Полиция уже сейчас выясняет, да, собственно, как тратились эти деньги, на что конкретно они тратились. Осперативные сотрудники должны выехать. У вас там межмуниципальный же отдел, да, котельничкий, по-моему? Да, да, да. Ну, неважно, в общем, полиция, да. Да, по второму эпизоду поставлены понтоны. Они были поставлены в январе месяце. Понтоны в январе? Да, привезены в январе. А лот заявлен только в марте, 20 марта 2018 года. То есть этот лот готовился как раз-таки под поставленные понтоны. То есть они уже были поставлены, а потом устроили какой-то счет. Простите, заточка? Вот уж самое островенное. Мы приехали туда на место, там воды в этой реке по щиколотку. А понтоны поставлены метра 20 туда толщиной. Мне по плечу практически. Зачем туда такие понтоны, соответственно? Там еще интересная ситуация получилась при определении начальной цены по контракту. То есть вообще, чтобы избежать всяких там интересов каких-то аффилированных структур, есть специальные методические указания, как проводить оценку стоимости. То есть с какой ценой первоначально выходить на контракт. И надо было запросить 5 предложений у 5 поставщиков этих таких понтонов. Чтобы вычислить среднюю цену. И что сделала администрация района? Она один запросила у реального поставщика этих понтонов. Скорее всего, там, где это было закуплено, эти понтоны, это Кировский завод реконструкции труб. Там он дал цену общую 900 тысяч. Это 6 понтонов по 150 тысяч за один понтон. А дальше они пошли по простому пути. Нашли у нас предприятие ЖКХ системы ЮГ. Кстати, руководитель тоже депутата районной думы Глушков Юрий Павлович. Да, мы уже привыкли, что там многие чем-то руководят. И я не знаю, знал он сам или нет, потому что не его подпись стоит, а его заместители. Но они дали коммерческие предложения, что тоже система ЖКХ готова поставить понтоны для администрации района. Но, соответственно, цену уже заломили миллион 150 тысяч. И нашли еще крестьянско-фермерское хозяйство. Там есть у нас Абрамов предприниматель. А он уже предложил миллион. Нет, конечно, понтонами-то никто из них не занимается никогда. Ладно, еще ЖКХ, может, у них завалялись где-то. Понтоны? Из дымовых труб, наверное. Чисто мужской интерес понтоны. Это сварные конструкции металлические. Да, понтоны это из газовой трубы, которая диаметром метра 22. Ну, может быть, бушная труба с двух сторон заваренная. Но это серьезные вообще конструкции. В общем, материал нужен, материал нужно много, плюс сварочная работа. И вот это крестьянско-фермерское хозяйство уже миллион 250 тысяч запросило. И получилось, когда на три-то разделили, средняя цена, вот и вышла контракт на миллион 90 тысяч. Ну, миллион 100, примерно, да. Сразу 190 тысяч за счет этого подняли стоимость этих понтонов. Я, скорее всего, думаю, что закупили они на этом заводе реконструкции труб эти понтоны, потому что они там реально могли быть вполне. И вот на одном этом контракте получается, что 190 тысяч только за транспортировку, по сути дела, этих изделий, шести понтонов на место, кто-то, значит, каким-то образом, ну, превысил 600 тысяч там. Делаем предположение. Делаем предположение, да. Но это будут следственные органы разбирать. Но самое-то главное, нет, обидно. Обидно в том, что мы были когда на месте, мы общались с жителями сельскими, там же есть мост деревянный. И цена его, да, и он начал разрушаться. Ну, как все деревянные мосты. Цена вопроса полтора миллиона была. Вот. Но закупили на миллион 90 тысяч понтонные трубы. Теперь на миллион 400 хотят сделать контракт, уже заключен, на устройство самой понтонной переправы. Сейчас угадаю, кто выиграл. Или не разыграны еще? Нет, не Озим Лемер в этот раз выиграл, выиграл Вят Автодор. Но они за голову схватились, потому что нету проекта. То есть, представляете, это же очень сложная конструкция, мостовой, наплавной мост. А уже сказали, ну, не по щиколотку брод, но максимум 20 сантиметров глубина брода. Ширина брода в этом месте 9 метров, а длина трубы 11,5 метров. Если все эти 6 труб положить рядом, рядом друг с другом, то они будут просто лежать на грунте, на дне, и метр выставляться из грунта. А вообще-то для понтонов, для понтонной наплавной переправы необходимо, чтобы 80 сантиметров под понтонами глубина была как минимум. Вместо переправы будет плотина, скорее всего. Да, будет плотина. Это реальная плотина, да. И что толку там держать такой наплавной мост, который все равно на время паводка надо убирать, а как его не платить? А это опять деньги, да. Потом монтировать опять деньги, да. И все, я так понимаю, что все ради того, чтобы вот эти, значит, 190 тысяч, где-то что-то каким-то образом на них посмотреть, все вот это закрутилось, завертелось, вместо того, чтобы нормально отремонтировать мост, который круглогодично обеспечивал к этому населенному пункту проезд. Вот такая ситуация. А летом там и так лесозаготовители держали, значит, мост, переправу, да, чтобы проезжать, и местные жители, значит, пользовались этой переправой. Это вот по понтонам. То же самое. И третий еще мы. Третий лот. А третий еще. Да, на него хотел бы обратить внимание. Там ситуация какая? Действующий мост, асфальтное покрытие, необходимо было произвести реконструкцию этого моста, там немножко начали рассыпаться опоры. То есть реконструкция проведена, есть виды работ, которые подписаны администрацией, непосредственно главы района, этот акт подписан. Заказчик администрации. Да, заказчик администрации. А те работы, которые в нем указаны, не выполнены. То есть должна была сделана быть отсыпка песком, потом что еще там, Алексей? Ну, там должны были быть сделаны дороги профилированные, подъездные пути протяженностью 160 метров, при ширине дороги 7 метров. И вот на эту дорогу должно было быть высыпано 192 кубических метров песка. Это примерно 25 полновозных КамАЗов. Но там суть-то еще этого моста и в чем ремонт заключается, в том, что, да, действительно, мост был, находился, скажем так, в неисправном состоянии. Начала рассыпаться, с одной стороны, часть опоры. От старости просто. Да, от старости. Давно стоит там. И, значит, сделали смету на полный капитальный ремонт моста. Получилось 22 миллиона. Конечно, очень большое. Конечно, пришел молодой глава, вопрос мы, как депутаты, перед ним стали ставить, что надо все-таки мост ремонтировать. Он пригласил своего друга, вот этого Валерия Александровича Беляева, съездили, не на место посмотрели, приняли грамотное, в общем-то, грамотное решение техническое, что не надо там ничего разбирать. Там можно просто сделать опалубку, залить бетоном и... Укрепить тем самым. Да, поддомкратить плиты, перекрытие, и все, потом этот домкрат убрать, и все ляжет на место, и какое-то время еще проедет. Ко всему прочему, то место... И это дешевле, чем 20? Да, конечно, дешевле. Конечно, намного дешевле. То есть у них вот это хорошо сработала мысль техническая. И еще в этом месте большой нагрузки нет на мост, потому что там зона пешеходная располагается. Но когда стали составлять смету, вот это вопрос уже к заказчику, к администрации. Почему туда включили в полном объеме работы, которые были из большого контракта, из 22-миллионного? Там полностью были предусмотрены создания подъездных путей. С каждой из четырех сторон моста по 40 метров подъездные пути. И они, эта строка сметы полностью вошла в эту новую, уже усеченную смету планово-предупредительного ремонта. И она не была выполнена сегодня. То есть это, ну я не знаю, по расчетам примерно еще 160 тысяч. То есть дорог не было сделано, и песка мы там не видели, чтобы было отсыпано. Потому что невозможно сделать дорогу, профилированную бульдозером, и чтобы это не было видно. Нет там этих съездов. К сожалению... 25 камазов песка трудно уложить так, чтобы незаметно было. Да, к сожалению, получилось так... А объект уже принят? Объект принят в прошлом году. Как подписано же, сказали. Объект принят в конце прошлого года, в ноябре месяце. Мы также обращались с этим в прокуратуру. Но вот ответ по этому эпизоду пришел, что выезжал прокурор района на место с специалистом из дорожного участка. И там дословно, я не знаю, сейчас Георгий Луги не найдет, но как-то так викиевато написано, что вроде бы и непонятно, а вдруг и были там эти работы выполненные. Прокурор отвечает, что при осмотре места точно определить, выполнены были работы или нет, не удалось. Соответственно, материалы направлены, опять же, в котельническое отделение. Да, и они уже дальше будут проводить экспертизу, обследование и так далее. Нет, извините, столько КАМАЗов песка, трудно не заметить. Нет, там ведь вопросы задайте сразу напрямую исполнителю, этому землемер, где вы выбрали песок, какой техникой вы его вывозили, какие расчеты за этот песок прошли. И все, тут ничего не надо мудрить-то лукавить. Сергей Алексеевич, это все должно быть в документальной форме, должно быть бумаги, там-то накладные, транспортные, откуда песок. Самое интересное, что ООО «Землемер» техники в Шабалинском районе-то нет вообще никакой. Ну вы говорили о том, да. Сколько подрядов он взял в прошлом году? Пять, семь? Ну, где-то на начало года было семь контрактов. То есть, вот хотелось бы Валерию Александровичу вопрос задать Беляеву. Вы в районной думе-то чьи интересы представляете? Директор ООО «Землемер». Директор ООО «Землемер». Вспоминаем, да, депутат дума. Значит, интересы своих избирателей или свои, значит, интересы своего бизнеса. Потому что вот семь-восемь контрактов, то есть, по сути дела, он получает доступ к бюджетным деньгам при хорошем знакомстве с главой администрации района. Это уже само по себе, ну, как-то ненормальное. Ну что? Валерий Александрович, а? Может, дозвоните с 211 из 101? Валерий Александрович все равно к нам придет по итогам прокурорских всех этих проверок, будет говорить, я думаю, на этот вопрос ответить. Сделаем пока перерыв на рекламу. Давайте. Ну что, мы продолжаем разговор с нашими гостями. Справка, я сейчас держу в руках, я даже не знал, что такие выдаются. Справка, выданная Кировским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Справка о количестве дней с осадками и их количестве в виде снега в селе Новотроицкой Шабалинского района. О том, сколько выпадало снега в марте, тут десятые сотни миллиметров. Уточни все-таки цифры по миллиметрам. Сергей Алексеевич, расскажите, к чему эту справку вы запрашивали? Ну вот, еще раз хочу сказать, что я сейчас действую не как председатель Шабалинского района Думы, как простой рядовой депутат. Интересующийся. Да, интересующийся, переживающий за свою малую родину. Я обратился с запросом на метеостанции, чтобы получить ответ, а был ли снег-то, по сути дела, в марте месяце. Потому что мы сейчас говорим, что дороги в марте месяце чистили, а был ли вообще снег. Причем чистили сколько раз? А вот сколько раз чистили, значит, тут в чем еще проблема? Проблема в том, что у нас затянулось проверки, затянулись. И за это время, насколько я знаю, появились новые документы. То есть, ведь изначально, когда первичные были документы, были путевые листы от дяди Беляева, родного Колосницына Василия Васильевича. Причем тут дядя? Дядя был, дядя и сейчас, у него индивидуальный предприниматель, у него есть техника. У него есть техника, ну, я говорил, что там лесовоз, погрузчик, МТЗ. Ну, якобы он этой техникой расчищал дороги. Весь объем этот годовой работ был им сделан. Но, как потом выяснилось, опрос был произведен водителям. Водители сказали, что не выезжали, не чистили эти дороги. А может, другие какие-то водители выездили? Ну, вот со стороны Колосницына никто не чистил. И тогда стали появляться новые документы, уже, как называется, задним числом. Появился журнал учета выполненных работ. Мне удалось на него посмотреть. И там появились новые участники, так скажем, этого процесса. Которые взялись на себя все-таки ответственность за содержание части этих дорог. Это тоже другие компании, это тоже не землеметрия. Да, это уже другие компании, субподрядчики уже или в третьем уже, как бы, субподрядчики. Но, как ни странно, это получилось, опять-таки, связанное с депутатами районной думы. Потому что оказалось, что чистили дороги лесовозные по заданию ООО «Землемер». Это колхоз «Родина», председатель депутат Шабалинской районной думы Гредин Леонид Петрович. И ООО «Лес» директором является тоже депутат Шабалинской районной думы Ковязин Александр Петрович. То есть, они, ну, значит, видимо, наверное, так примерно разговор состоялся. Это, по моему предположению, Валерий Александрович Беляев, ну, может быть, после очередного заседания... Директор ООО «Землемер» еще раз напоминаю. Да, директор ООО «Землемер» и также депутат районной думы после очередного заседания подозвал к себе своих друзей, соратников, депутатов. Мол, что, техника есть? Да, и говорит, я отыграл контракт, это самое, по зимнему содержанию дорог. Есть возможность неплохо на нем это самое заработать. Давайте это... Есть техника? Есть. Давайте почистим дороги. Какие? Вот у вас есть лесовозные дороги? Давайте почистим. Хорошо. А сколько надо чистить? Он говорит, ну, контракты на год, но можно, наверное, сделать его побыстрее, ведь то нас там особо-то проверять будет. И вот они по журналу учета выполненных работ 17 раз в течение месяца чистили свои лесовозные дороги. Месяца марта. Месяца марта. То есть за март 2018 года они 17 раз прочистили эти дороги. Вот теперь давайте к этой справке вернемся. Да, теперь вернемся в справку. То есть я сделал запрос, а сколько же в марте и начале апреля выпадало снега? И ответ пришел такой, вот по дням расписанной, когда были осадки. 13 марта 0,4 мм снега выпало. 15 марта 1 мм снега. 16 марта 3 мм снега. 24 марта 2,2 мм снега. 26 марта 2 мм. И 27 самый снежный день марта было аж 4,2 мм. То есть меньше, чем полсантиметра. Все. И дальше еще снег был в апреле месяце 0,7 мм. 1 апреля. То есть, по сути дела, за это время максимум полтора сантиметра снега выпало в нашем Шабалинском районе. Зависит от периода. Зависит от периода. Это не то, чтобы припорошило. Это вообще ни о чем. Да ведь получается? Слушай, если 25 камазов песка ветром сдуло, то этот снег вообще не успел до земли долететь. А вот какие ветры. И вот это 17 раз. Да. И что самое интересное, вот начинали наши депутаты, как же их назвать лучше, наши коллеги, начинали чистить потихонечку. А чем ближе уже к концу периода, чем ближе к 14 марта, тем они более интенсивнее и интенсивнее. И вот у меня есть выписка из этого журнала, что в период, допустим, с 14 по 20 марта аж дороги по три раза. В день? Ну, не в день, но вот три раза. За неделю три раза. Три раза, да, чистили дороги. То есть, я еще раз вспомню, что... Слушай, ваши дороги надо в Киров привезти. Я не запрашивал на метеостанции по температуре, тоже надо записать. Но у меня есть свои наблюдения. И у меня записано, что 5 апреля дневная температура была уже выше 10 градусов. Да, там тепло было, да. В 20-е часы снова снег ударил, да. Да, там где-то похолодание 20-го было апреля только. А до этого снег на полях, по сути дела, и так растаял. То есть, вот у нас такие депутаты, и вопрос у меня тоже к ним. То есть, чьи вы-то интересы представляете? Интересы, опять-таки, бизнеса своего? То есть, вы пытались отработать бюджетные деньги вот так вот таким интенсивным способом? Или вы все-таки интересы своих избирателей представляете? Почему? Потому что я, когда проезжаю по селу, допустим, Новотроицкое, где вот эти два депутата проживают, Гредин и Ковязин, я вижу, что асфальт-то весь в ямах. Его ремонтировать надо. И на это деньги нужны. А я понимаю, что эти самые деньги, которые можно было бы пустить на ямочный ремонт в самом селе, они вот таким образом были потрачены двумя депутатами. То есть, если бы они были просто рядовыми предпринимателями, может быть, вопросов к ним бы и не было. Но вы, господа-то депутаты, вы должны думать в первую очередь об интересах своих избирателей, а потом уже во вторую очередь об интересах своих предприятий. А на каких автомобилях, простите, эти депутаты ездят? — Ой, это тоже вопрос. — А, ездят? — Личные автомобили имеют. — Ну, ездят очень хорошие автомобили. — Ну? — Очень хорошие. — У нас большие люди любят Toyota Land Cruiser Prado. — Да-да, все на крузаках. И причем даже еще между ними такие прикольные из Ютуба я видел, кто на каком крузаке, кто на сотом, кто на двухсотом, и начинают разбирать, кто круче. — В общем, следят они за новинками автопрома японского. — Следят. — А я еще хочу уточнить, вот этот контракт, который давно уже вроде как выполнен, он на зимнее содержание в этом году полностью? — В 2018-го года. — То есть декабрь, ноябрь, на вторую, как зиму они говорят. — Да, он должен был пройти и первые три месяца зимних, и последние три месяца 2018-го года зимних тоже. Еще в чем, вот что выяснилось? — Погоди, 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 так получается так, что он уже полностью выполнен. — Да, полностью выполнен, вторую-то нашу зиму там вообще ничего не будет происходить. — Не надо чистить там ничего. — Даже если метр осадков выпадет. — Да-да-да, то есть денег у них уже не хватило. — Все понятно, деньги уже освоены. — Деньги уже освоены. — И что самое интересное, еще выяснилось, что вот этот вот контракт, который появился дополнительный, который его Землемер выиграл на содержание дорог, вот в эти населенные пункты отдаленные, деньги для него были сэкономлены с основного контракта. То есть, как получается, в район приходят деньги. — Это вот которые ранее святые автоторы? — Да, святые автоторы. Район знает уже в конце года, что, допустим, ему на зимнее содержание было нашему району 12,5 миллионов отведено. Вот сел там глава района, комиссию созвал, и стали деньги думать, откуда можно снять, чтобы сделать небольшую заначку. И сняли деньги по смете, по основной на содержание дорог с грядирования, с зимнего грядирования дорог. И вот получил заначку — миллион девятьсот рублей. Потом ее отдали для этого контракта. А на сегодняшний день по основному контракту «Свят Автодор» у нас деньги по статье грядирования закончились. То есть, это не просто… Ведь у нас все взаимосвязано. Если где-то чего-то мы потратили лишнее, значит, на чем-то мы на другом всплывем. И у нас получается, что вторая половина придет, годы, зимние месяцы. — Ну вот сейчас, буквально через два месяца уже зима уже не нашла. — А дороги чистить-то уже денег-то не осталось. — Еще массу информации интересной мы сегодня получили в продолжении эфира от начала июля. Вот так быстро пробежало время. Очень интересные вещи, конечно, происходят. Я еще раз напоминаю, те люди, о которых мы сегодня говорим активно и без их присутствия к ним обращаемся, поясните, почему. Но еще раз напоминаю, мы открыты, и для вас в том числе. Я надеюсь, что по завершении там проверок и расследований всевозможных мы сможем все-таки и ту и другую сторону собрать. Буквально 30 секунд что-то вы хотите озвучить? — Да, я хотел бы сказать, что все равно мы на этом не успокоимся. И вот я написал заявление, значит, председателю партии «Родина» Журавлеву Алексею Александровичу, хочу привлечь его как депутата Государственной Думы, чтобы все-таки, и он является еще членом общественного фронта, народного фронта. — ОНФ. — Да, ОНФ. — И как раз занимается там дорогами, чтобы он эту тему поднял и, конечно, со своей стороны уже на федеральном уровне, чтобы придать это дело огласке как можно больше. — Хорошо, на этом не ставим точку, запятую, помним, что через неделю у вас важные события будут рассматриваться, если не сорвут. — Ну, я надеюсь, да. — Там очень много у них событий, давайте подождем, узнаем, что чем закончится. — На сегодня все, на сегодня все. Сергей Добровольский, Герман Онегин, Георгий Лугинин — наши гости. Мы на этом завершаем сегодняшний «Мужской понедельник». Впереди новости, программа «Особое мнение». Я не прощаюсь, услышимся через 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok С fittingsр there, Иван Кузьм из за кадром «Особое мнение». Продолжение следует...